Начнем с консультанта, когда мы принимаем на работу консультанта в саладинный салон, который работает с ценовым диапазоном от 10 тысяч и выше, 20-30, очень важный вопрос при приеме на работу, скажите, пожалуйста, вот так нужно повесить в передней платье, как Вы думаете, какова стоимость этой модели? И вот что тебе консультант ответит, вот, кстати, скажи сразу перебиваю, вот смотри, работает ли такая штука, нужно ли спрашивать, если ты продаешь, например, платье, предположим, дороже 20 тысяч, нужно ли подгонять под это консультанта? Ну, то есть, на какой машине Вы ездите, что Вы, где Вы кушаете? Нет, 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 нет. То есть человек, который не живет в этом мире, он может продать платье в этот мир? Может, конечно, он может это делать, и есть масса примеров, он должен просто понимать реально, оценить, почему это платье столько стоит. Ведь сейчас очень много мастеров, и в Украине в том числе, которые делают достаточно хорошие, качественные платья, производители украинские, которые в рознице могут продаваться по 5-7 тысяч гривен. такие тоже есть, появились в этом году. Важно, чтобы консультант, который работает в салоне, он очень хорошо разбирался в том, с какими платьями он работает. Ведь если мы говорим про бренды, каждый бренд имеет свою историю, маленькую свою вот сказку, скажем так, историю такую. кто основатель, кто производитель, какая страна, какие выставки. Специфика и так далее. И это все невестам нравятся эти легенды? Конечно. Это очень важно. Мы любим слушать. Да, мы любим. Мы любим слушать. Очень важно услышать. Ведь когда с нами не разговаривают, у нас такие эмоции. Вот я очень часто захожу даже в магазин просто, и вот стоит такой консультант, он серьезный такой, не знаю, что у нее там в жизни произошло. Она стоит и говорит, что она должна поздороваться, такое правило, что в магазине, говорит, здравствуйте, сказала, так все, говорит, здравствуйте, и ты уже так раз и боишься даже что-то спрашивать, ходишь себе, смотришь. И вот как-то, даже если что-то мне понравится вот так визуально, я не захочу там мерить, потому что не нашла контакта с человеком, очень сложно, и ты уходишь сразу раз и все. Ну правда, да? А они когда-то уходят в магазин за контактом. Я хожу, я люблю сервис, я люблю, когда мне нравится как вот со мной разговаривают, когда мне не навязывают ни в коем случае. Это вот, я смотрю на свою розницу и очень хочу, чтобы везде так было. Ну, потому что очень важно, когда мы человеку дарим сказку, счастье, это очень хорошо, когда вот есть позитив в этом всем. Мы всегда до последнего стараемся, чтобы вот угодить, потому что это классно.